Раньше отправной точкой для планирования больших дел был день рождения, но с недавних пор отчет ведется с момента вступления в должность мэра. С такого откровения начал свою большую пресс-конференцию Владимир Шарипов. Градоначальник отчитался по итогам года работы. В зале сотрудники администрации, журналисты, представители ивановской общественности. Большинство за этот год успели пообщаться с мэром лично. В чем не упрекнешь его, так это в закрытости. Вот и сейчас готов прямо рассказать о крахе иллюзий, с которыми пришел к власти. Самая главная иллюзия была то, что можно что-то сделать быстро. Я пример приведу, небольшой совершенно. Меня всегда бесило, как человека, который на машине едет. Смотрю, заборы гнутые, их красят. Думаю, что неужели нельзя их поправить? Я, конечно, когда пришел, я говорю, все, заборы гнутые, больше не красим, сначала правят. Это была целая война со всеми подрядчиками, на самом деле. И я не скажу, что она полностью увенчалась успехом. Я не знаю, за четыре года я их, может, уговорю каким-то образом, какими-то мерами, санкциями, непринятием работы и так далее. В докладе мэр рассказал, что сделано за этот год, какие удочки заброшены на 2018-й. Забавно, но стоимость многих проектов Шарыпов оценивают в дорожных фондах. Это примерно как в «Попугаях» из известного мультфильма. Дорожный фонд города составляет 100 миллионов рублей. Шиковать не на что. Но между тем было принято решение не экономить на дорогах. В течение года были отремонтированы 9 километров дорожного полотна. В том числе был проведен ремонт таких крупных улиц, как улицы Дзержинского, Новая, Станка, Первая Полянская, 8 марта, кольца улицы Шубиных, улица Любимого. Ремонт проводился с усилением армирующей геосеткой, что дает возможность увеличить срок службы дорожной одежды в разы. Почему мы на это пошли? Несмотря на то, что мы могли увеличить километраж, мы приняли решение о том, что все-таки надо делать дороги качественные, они дольше прослужат. И мы посчитали, что действительно будет экономия от этого. Парадоксально, но из всего отремонтированного, согласно опросам, жители больше всего оценили улицу 8 марта. При том, что администрация работу не приняла. И весной подрядчик будет дорогу переделывать. Арт-объекты и отношение к ним мэра. Этим летом, как грибы по всему городу, выросли замысловатые конструкции. Мнения о них у горожан неоднозначные. Одни охотно делают селфи, другие считают объекты безвкусными, уродующими облик областного центра. Позиция Владимира Шарапова проста. Это не памятники, а значит в любой момент арт-объекты можно будет убрать. Часть вот этих объектов, она не нравится мне самому. То есть, например, то же, что установлено на Ленина, очень мне нравится. Например, площадка, которая у нас получилась в сквере мастеров, это тоже было сделано не за бюджетный счет, это полностью вне бюджетка. И, соответственно, я там уже вижу просто то, что люди, свадьбы туда уже приезжают, фотографии делают, выходные, когда с ребенком в цирк хожу, тоже это вижу. И если бы все задачи, которые встают перед городской мэрией, лежали в плоскости быть или не быть арт-объектом. Боевым крещением Владимира Шарапова можно считать ЧП на Минской. Помощь семьям погибших, кровь для пострадавших и прочие сложности. Все это на фоне едких комментариев в соцсетях о бездействии и несостоятельности властей. И вот спустя год новое потрясение. Беда всего одной семьи, к которой никто не смог остаться равнодушным. В местечке Болино стая собак напала на 9-летнего мальчика. Владимир Шарапов видит в случившемся и свою вину. После того, как станцию передержки для безнадзорных животных зоозащитники попросту разгромили, подрядчики на конкурс не выходили. Работа по недопущению разрастания популяции велась недостаточная. Мы сейчас на базе МУПС ЖХ уже создали помещение, которое подходит под центр передержки. У нас там высокие заборы, охрана, соответственно, вневедомственная милиция, полиция. И я думаю, что если те люди, которые приехали вот этого дедушку сторожа бить, которые так называемые зоозащитники на ленд-крузерах, рейндж-роверах, все номера нам известны, вот эти, кто приехал, ну пусть они приедут уже к нам в администрацию, там пусть попробуют что-то разгромить. То есть работа будет, ну она и выполнялась системно, просто пользовались пунктами передержки, вичуги, кинешми. Ярослав перенес несколько операций, идет на поправку. И, кстати, как было видно из репортажа наших коллег, собаки, напавшие на ребенка, были небезнадзорные. На садовом участке для них организованы лежанки, укрытия от дождя и снега. Собаки-то эти были небезнадзорными, это было видно из сюжета. Они там вряд ли себе ковры могут расстелить, навес сделать, ошейник себе надеть. Это не бездомная собака, это собака, которая просто нарушена режим содержания животных. Сейчас будем смотреть, как у нас надзорные органы будут реагировать. Пойдут по простому пути администрацию привлекут, штраф дадут или все-таки как-то мы увидим, что в суть вопроса посмотрели. Хэштегами к пресс-конференции Владимира Шарипова могли стать Ивановский троллейбус, пассажиропоток, новые сады и школы, точечная застройка и архитектурный облик города. Тлилось мероприятие полтора часа. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.